8 моих каналов здравствуйте продолжаем рассматривать короткий словарик пантеонов прославянских богов термин второй функциональные боги прославян ну прежде поговорим напомню я о пантеоне языческих богов первый уровень славянских богов 4 ипостаси бога солнца или бога ра это хорс ярила дождь бог и сварок или световид 4 ипостаси ра это боги высшего уровня второй уровень следующий за этим четырьмя ипостаси мира это функциональные боги про славян то есть древних славян и так если сварок хорс ярила дождь бог это верховные боги при том самый высокий уровень это конечно же сварок световид то есть как раз как бы солнечный свет он верховный бог другое его имя рот но естественно солнечные боги также дождь бог я рила и хорстуясь а вот пантеон функциональных богов состоит из следу следующих вершителей судеб а именно это перун покровитель молнии и воинов семаргл бог смерти велес бог мудрости магии и владыка мертвых и стри бог бог ветра второй уровень вот функциональные боги это как бы профессиональные боги они же национальные боги рода племенных союзов или можно сказать рода племенные боги этим традициям много столетий даже тысячелетий даже после принятия христианства в древней руси языческие корни вовсе не исчезли из жизни русских древние русских почитание языческих богов сохранилась под видом почитание соответствующих святых еще раз о высшем уровне богов очень коротко конечно же сварок верховный бог стоял выше всех остальных богов славян он являлся богом огня неба он род он родоначальник жизни и всего сущего жизни на земле он способен менять пол поэтому он считается родителем многих других богов частности огненная природа перуна семаргла и дать бога это свидетельство их происхождение от сварога то есть это три ипостаси сварога а четвертая ипостась сам сварог от свар или ра от сварога происходит и владение огнем на земле как и действия с ним связанные например скажем обработка металла кузнечное дело изготовление орудий труда древние славяне почитали его считая все законы и знания произошедшие от сварога более поздние времена стали почитаться наравне с ними его сыновья такие боги славянской мифологии уже сыновья ипостаси как дать бог ярила хорс последний пор тоже был богом солнца его земными проявлениями и символами считались круг красный цвет огонь пламя славяне праздновали его день рождения 22 декабря в день зимнего солнцестояния его власть больше распространялась на лиц мужского пола он был покровителем мальчиков и мужчин давал им силу знания помогал преодолевать трудности а вот теперь о функциональных богах начнем с последнего из того списка которые мы перечислили велес велес как мы отметили это бог мудрости бог магии владыка мертвых повелитель зверей повелитель дикой природы велесу поклонялись путешественники скотоводы да и земледельцы и торговцы считалось что велес заботится о домашнем скоте но он бог мудрости также он руководит всем непознанным он мог приносить богатство людям торговли остров буян это место где проживал велес по мнению древних славян в его функции входила переправка душ умерших солнцу или сохранение их на луне кляли славяне его именем велесом именем велеса потому что именно велес следил за соблюдением клятв также весел велес писал стихи его символы символы велоса это велеса это волк и зерно считалось что он в равной степени близок и свету и тьме ему доступны тайные знания поэтому он считался владыкой магии чародейства всего таинственного следующий бог семаргл это бог смерти бог вестник бог вестник смерти славяне представляли его в виде крылатого волка который был неразлучен с псом цербером от него оставался всегда огненный шлейф иногда он виделся людям как воин окруженный пламенем но образ волка считается более верным поскольку он считался хранителем первозданного огня питающего мир то этому богу часто приписывались функции хранителя домашнего очага ему приписывались также функции исцелителя от всех болезней если у человека поднималась температура то считалось что в нем поселился бог семаргл и борется с хворью следующий бог перун бог грома и молнии покровитель воинов как я ранее уже сказал он возвращал на землю первые дожди после зимы а потом приводил мне на небо яркое солнце но при этом это был достаточно кровожадный бог ему жертву приносили животных и пленных воинов иногда он требовал в жертву детей символом перуна считался дуб дерево дуб именно из этого дерева перун добывал огонь представляли его в образе мужчины серебряной бородой и золотыми усами в качестве оружия этот воинственный бог применял камни стрелы топоры щит является его подарком людям ну и наконец стрибок бок ветра и природных течений воздуха все наводнения ураганы засухи дело его рук его действия носят более разрушительный характер хотя живительные дожди из облаков тоже приносит по небу он в целом его функции были неоднозначны как и его место пребывания между землей и небом то есть между людьми и богами представляли его в образе старика с седыми волосами и бородой изначально он был воплощением дыхания сварога затем это дыхание трансформировалось в ветер поскольку ветер был значим для земледельцев как и дождь этот бог был особо почитаем земледельцами спасибо за внимание следующий термин третий который мы рассмотрим это овсень до свидания дождь 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 Продолжение следует...